сегодня у меня как видите сборная солянкой и по этой солянке понятно что я начала уже скрести по сусекам давайте начнем с простого у меня здесь две вещички которые катюшки малы плюс на этой классной кофточки сильные пятна которые не отстирываются поэтому и от них мы избавляемся шляпка и и я когда-то покупала на бали потому что у меня очень сильно обгорало лицо я кстати до сих пор очень люблю всякие штуки с полями я ее забрала в ну домой из бали думала буду носить ни разу за с 29 моих лет не надевала за 6 лет ни разу за не надевала плюс тут оказалось какие-то пятна она помялась но в общем я не хочу больше и хранить я просто выброшу даже пытаться продавать не буду далее нашла еще один скуп вспомнила что у меня в полотенцах и скатертях вот этот скуп лежал тоже страшно мешался его к тем которые я буду продавать у меня здесь есть две книги ремоделиста и книга вдохновения даши дарси долго я по поводу не думала особенно по поводу этой потому что я ее очень хотела и мне ее подарили как ну как подарок сделали я прям очень сильно благодарна но вы знаете вот с тех пор как у меня появилась вот эта вот книга французское искусство домашнего уюта все ремоделиста для меня как бы ну больше не существует и вот книга вдохновения вы знаете мне дальше очень нравится я смотрю с огромным удовольствием все ее видео на ее замечательном канале но просто я поняла что да я в принципе знаете вот такую нон-фикшн литературу ну для меня это такая литература типа на один раз у меня была книга про дачу дашину я ее тоже полистала прочитала и довольно быстро продала потому что там очень много было отсылок к видео я считаю что контент не должен повторяться а вот мне показалось как то ну в общем не знаю вот эти книжки все таки я решила продать потому что это вот знаете если следовать правилу что вещи вас не вдохновляют значит от них надо избавляться вот эти две книги меня не вдохновляют а книга французского искусства уюта меня очень вдохновляет что дальше немножко по косме и по косметическому своему столику прошлась вот эти тени покупала совсем недавно они мне не подошли и они дешевенькие их не жалко отдать продать вот этот карандаш от клиник для бровей мне не подошел он слишком темный у меня они так не настолько не тот светотип скажем так вот я тут видите попробовала на бровях на руке в общем не подошло пинцет который ничего не делает не работает коробка для линз которую надо выбросить у меня есть и рецепт от врача и запасная коробка линз но я все равно каждый раз на всякий случай одну оставляю мало ли мало ли забуду есть такая бумажка я ее хранила мне кажется тоже лет десять думала ни в коем случае нельзя забыть про эти магазины там паутинки мои все были куплены вот я решила зачем я храню можно же просто вкнув базу данных свою собственную занести и все и как бы окей далее продам вот эти две пластинки детские одна из них даже не распакована приключение буратино ну посмотрим правде в глаза ну не слушаем мы пластинки не слушаем в лучшем случае на новый год что-нибудь новогоднее у меня там есть вот небольшая коллекция вот туда залезла кое-какие пластинки а эти ну прям точно не будут нужны я их попробую продать наверняка найдутся опять же ценители и любители дальше есть у меня часы им которые мне дарили на всякие дни рождения очень любила много носила но в итоге подвели ремешки вот здесь вот здесь подвело и вот здесь вот потерялись эти болтики винтики я их тоже буду продавать хочу продать недешево то есть поставлю хорошую цену я думаю что часовщики надеюсь что кто-то купит скажем так может быть на починку перепродажу даже часы очень качественные очень хорошие я очень люблю большие часы майкл корс одни я потеряла при переезде не одни а мне темушка дарил как-то на день рождения я их потеряла при переезде когда мы с однушки переезжали на двушку у нас был переезд одним днем и у нас была маленькая полугодовалая катюшка на руках коробки там нам надо было диван и встречать провожать одновременно в тот же день въезжала наша вот покупательница которая нас квартиру покупал общем знаете было не до часов я их потеряла свои любимые я надеюсь что когда-нибудь я эту потерю восстановлю потому что это важная была для меня вещь а потом все-таки мне тема подарил поэтому я хочу их вернуть новые купить и в тот же день я потеряла браслет на рождение доченьки с девочкой такой знаете маленькой дальше ненужные ремни старые некачественные ну такие они уже все из выходят из строя порылась в своих заколках вот эту штучку покупала когда мы с темой в грецию собирались ехать отдыхать но в итоге она не пригодилась потому что я не смогла и но она плохо держится на моих волосах греческая прическа мне очень нравится с такими ободками но и это был единственный раз и все наверное больше я никогда не буду делать такие прически а резиночка вот это вот она на видео вроде ничего знаете такая но в жизни она очень такая желтая прямо видно что очень уставшая поэтому я ее просто выкину дальше у меня осталось здесь вот четыре предмета сумочек тут все очень непросто точнее нет вот здесь все просто это катюш подарили подарок я очень не люблю такие вещи не понимаю зачем их дарит ну вот правда зачем дальше что вот такая поясная сумка видите какой длинный ремень она именно поясная у меня есть шикарное синее платье летние которое я обвязываю вот этим поясом и вот эту сумочку прикрепляю но сейчас проблема в том что я подозреваю что в эту сумку не влезет мой телефон ну а еще всякие там ключи деньги тем более поэтому это я попытаюсь продать не продам значит не знаю вот эту классную сумочку мне дарила темина мама куплена она была в крыму я ее очень-очень любила очень много носила но сейчас уже не буду ее носить там ремешок требует обновления и я не хочу с этим заморачиваться я прямо и очень люблю помню на фотографиях она у меня на многих в образах осталось поэтому прямо супер и как клач ее тоже уже особо не поносишь потому что она ну прямо видно что она такая тоже буду сад подуставшая и последний элемент из сумочек такой вот поношенный рюкзачок это одна из немногих вещей которая осталась мне от мамочки это был это был изначально ее рюкзачок это не кожа это ну кожзам какой-то видите вот здесь вот такой вот я конечно же с ним ни разу не ходила уже но в таком осознанном взрослом возрасте просто он у меня хранился как память о маме и самое интересное вот видите здесь порезан здесь него дырки самое интересное что каждый раз глядя на него у меня какие-то такие чувства возникают ну какие-то такие вот неприятные грустные и я не решила что наверное я либо я его выброшу либо у сестры спрошу может быть она захочет сохранить у меня от мамочки осталось кольцо которое она мне прямо подарила она однажды ну вот ко мне подошла мне было на сколько лет десять двенадцать она ко мне подошла сказала танюша хочу тебе подарить мое кольцо и подарила его ну плюс у меня от нее есть подвеска крутая сердечко эти две вещи прямо я могу и носить и они и цены как сами по себе и и как память о маме а рюкзачок ну я не знаю я не думаю что если бы я посоветовалась с мамой она мне сказала нет нет храни этот старый рюкзак как память обо мне вот это тяжело но все-таки я решила что все пора наверное из всего моего расхламления вот это вот это самое такое тяжелое и в то же время мне почему-то кажется что это очень очень правильное решение вот так что все сегодня вот такие 23 вещи сегодня уже 24 день моего марафона погодка у нас совсем пасмурная но зато тепло и честно говоря в пасмурную погоду как-то намного тяжелее думается мне тем не менее вот кое-что я насобирала все что вы здесь практически видите на столе за исключением компьютера фотографий что здесь во-первых кусочки ткани это я когда что решила у меня остались вот эти вот рюшечки и сама ткань я их либо к шторам буду прикладывать когда буду продавать либо отдельно выложу пока не знаю дальше у меня есть вот такая штучка от моего фена щетки она для меня слишком узкая я и от прошлой щетки выкидывала узкую широкую оставляла и эту в тоже выкину забыла почему-то сразу выкинуть дальше у меня есть вот такой выпрямитель для волос я сейчас уже им не пользуюсь он сам по себе очень качественный очень хороший прекрасные пластины хорошо нагревает но я потеряла к этому всякий интерес последние годы на 4 у меня совершенно ну просто лежит ну плюс я уже не хочу в своем 35-летнем возрасте лишний раз такими вещами по волосам проходить поэтому я его продам дальше здесь у меня кучка продуктов я тут обратила внимание что многие девчонки когда расхламляются они там ну шерстят в шкафах макароны там крупы я думаю о мне тоже так надо и вот что я нашла это у меня такая колбаска в холодильнике лежала мы сможем просто такой не особо то и едим и я такой супы не добавляю и в общем она пролежала пролежала и у нее кончился срок годности и я понимаю что ближайшее время мы тоже ее есть не будем ни сегодня ни завтра не в следующем месяце поэтому все колбаска все и у меня в морозилке были замороженные штучки это замороженные персики перетертые с сахаром в прошлом году делала показывала вам на видео в видео в этом самом во влоге но мне не понравилось то есть когда ты только это приготовил это вкусно когда это размораживается это очень странно в водянистый сладкий какой-то персик в общем не знаю это у меня виноград я его замораживала в прошлом про прошлую осенью для того чтобы на хэллоуин приготовить их специальный такой пирог который они готовят на хэллоуин а кто они кто 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 ирландцы вот ирландцы но так и не приготовила в итоге сейчас у меня все это разморозится я как раз попробую на вкус размороженный виноград не знаю что из этого получится но это как-нибудь подъедим но мне сейчас надо освобождать морозилку потому что у нас открыли летний рыночек я буду другие ягодки лучше закупать вообще в этом году я решила что буду замораживать на зиму только свежие ягоды все больше мне ничего не надо что дальше у меня есть тема такая пластинка это это вот как раз на выкинуть и вот здесь у меня кучка на выкинуть рецепт какой-то нашла моя фотография там с тёмушкой в греции отдыхали наш отель очень хороший кстати был и выцветшая фотография у меня какая сегодня была цель я хотела разобрать вот эту вот сумочку когда-то покупала ее себе для небольших путешествий такой редикюльчик он на ручке все хорошо но к сожалению что-то так я его и не использовала вот он у меня как хранится со всякими нашими памятными вещами так и все и у него уже видите даже от старости начали трескаться вот здесь ручки вообще не носила один раз только в поездку брала и все вот поэтому наверное я какую-нибудь коробку организую а сумочку тут продам пока она еще может кому-то послужить в общем мне нужно было опять же для моей родословной книги раздобыть оттуда фотографии и вот за особенно вот эти фотографии меня интересовали мы здесь с сестрой с мамой и вот я со своими друзьями вот это наш родовой дом в деревне он на самом деле раньше при моей прапрабабушке был намного больше он был огромный потом она часть дома продала и осталась только вот эта избушка в которой собственно мы многими поколениями и ездили и у меня есть большая мечта я очень хочу на этом месте построить новый домик небольшой для отдыха и это вот внутри этого домика вот собственно вот туда окошки смотрят это вот эти два окошка это зеркало вы могли видеть у меня в спальне это ту которая я забирала как раз из этого домика чтобы она не погибла если дом вдруг обвалится например или крыша потечет ну вот такое счастливое детство у меня было и вот в этой же комнате мы с сестренкой по обоим понятно в общем не нужно было вот эти фотографии найти и я тут кое-что разбирала и как раз нашла еще вот такую штуку это тёмин тёме дарила наша подруга она работала в питере в музее стрит-арта и это какой-то и но местный художник стрит-артовский делал такой сувенир о чем сказал на работу заберет дальше у меня вот здесь есть вот такая красивая коробочка с буквами эти буквы магнитные ну я думаю легко догадаться для детей на холодильник тут разные какие-то персонажи я по моему покупал катюшки несколько наборов цифры они у нас вот у года три наверное стоят она вообще никогда их не достает не открывает и не вот просто никогда у нас на холодильнике целая катюшкина не обращайте внимание это сейчас я стирать просто буду целое царство у нее тут всего чего только можно вот и поэтому не нужные буквы есть сейчас уже гораздо интереснее писать блокноте дальше из шкафа достала две игры вот эту нам дарили очень классная игра она такая скажем так магнитная также как эти магнитики на магнитная здесь вот видите карточки и нужно собрать аналогичные дома из вот для разных деталей очень хорошая игрушка раньше мы с катюшкой играли опять же по моей теме история архитектуры так что прям классная игрушка я думаю что если там деталям все будет нормально я ее тоже на авито выставлю то что она хорошая сама-то по себе дорогая все так вот тут собираешь по карточкам видите как классно прям супер национальные костюмы национальная архитектура все очень 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 интересно а тут у меня девочки в телеграме я рассказывала про технологию айкон для зубов лечение зубе лечение неглубоких кариесов без сверления кому интересно посмотрите так не помню про эту вещь я сказала что у меня такая советская есть занавеска она нам досталась когда мы квартиру купили там она висела осталось висеть все-таки решил я ее продать думала оставлю чем-то нет нам сошью но нет уже наверно все легче тоже продать отдать и вот такая игра это катюшкина она тут пострадала немножко жалко надо выкинуть и кстати из нее тоже надо выбросила вытащить батарейки прежде чем выбросить и собственно звездный звездный лот 24 дня расхламления вот такая красивая коробочка с десертными приборами насколько я могу помнить я не уверена это гипфель это очень практичная вещь десертные вилки лопатка для торта для сахара для кубиков сахара вилочки для лимона мы из этого набора ну разумеется пользовались либо лопатка для торта либо вилочками для торта причем регулярно я этот набор получила в подарок по собственной просьбе но проблема в том что это не тот дизайн который мне нужен мне не нравится я хочу его продать и вместо вот этого набора купить себе набор вилочек для торта от из серии элегант я вам уже когда-то показывала рассказывала и как я буду поступать как я довольно часто кстати поступаю я сейчас просто посмотрю сколько стоят эти вилки на озоне для торта и плюс лопатка если они стоят допустим недорого и как бы вот за эту сумму попытаюсь вот это вот продать обычно я так и делаю то есть прежде чем чем что-то продавать я обычно там плюс-минус прикидываю хочу ли я что-то взамен этого или просто продать до чтобы избавиться от хлама от мусора вот и мне кажется я не очень четко выразила свою мысль в общем по сути я сейчас вот это продам да если продам и куплю новые вилки вы спросите в чем расхламление тогда как бы тоже ну все равно взамен покупаешь что-то тут мне кажется вообще при расхламлении каждый свои правила устанавливает хотите все выбрасывайте хотите отправляйте в переработку хотите продавайте да не хотите продавать годами ну не продавайте какая разница каждый сам для себя решает что ему удобно но в моем случае это скорее такой момент про осознанность про саму себя про свои вкусы я хочу то что я хочу конкретно конкретные вилки конкретной серии конкретной формы а то что я не хочу но вот лежит она у меня я постоянно отсюда выдергиваю этих 6 вилок потом обратно вставляю и каждый раз думаю но что это же не мое я хочу то что я хочу и я решила что как бы замена того чего я не хочу на то что я хочу это тоже расхламление потому что это расхламление в первую очередь моей головы да я получу то что я хочу и больше об этом думать не буду вот так что вот такой вот у меня получился натужный 24 день сегодня мне нужно перебрать аптечку она находится у меня вот здесь вот в таком буфете на кухне вот эти две полочки раньше у меня все хранилось в коробках но потом я поняла чего я мучаюсь докупила вот сюда полку и контейнеры и все аккуратно разложила у меня на канале есть видео где я рассказываю подробно как приводила свою аптечку в порядок я оставлю здесь ссылочку точнее внизу под видео сейчас переберу посмотрю если что-нибудь на выброс полный успех аптечку перебрала у меня есть только пара вопросов там по некоторым вещам которые нужно будет у тёмушки узнать надо там ему это не надо думала ничего опять не достану а у меня тут целый ряд веществ слушайте это прям поразительно я прям действительно очень хорошего мнения себе была раньше в общем что тут оказалось что у нас есть просто пустая коробка из-под перчаток которая занимала место еще одна пустая коробка почему-то тоже лежала азелик это кислота которую я использую а для того чтобы выводить пятно на лице пигментное под наблюдением моего врача косметолога не самостоятельно это я себе прописала это под наблюдением врача антибиотики какие-то я так понимаю там что-то там такое уже что нам больше не понадобится я выброшу там одна таблетка я не думаю что она нам нужно еще когда-нибудь будет там было что-то специфическое и срок годности уже тоже подходит концу далее выяснилось что у нас оказывается есть асепта это очень хорошая вещь для десен я такое иногда использую мне как раз там предыдущий гель заканчивается так что коробку выбрасываю гель я оставляю себе в ванную унесу далее вот это что-то я не знаю для чего это но у этого истек срок годности точнее да уже истек до февраля 24 на выброс вот такие штуки нам врачи постоянно прописывают когда катя болеет но я никогда не даю потому что противовирусные не имеют доказанного эффекта здесь у меня ряд лекарств у которых закончился срок годности а вот про это лекарство про капельки для глаз не еще и в прошлый раз писали что они очень мало хранятся как только открываются практически сразу выбрасываются я что-то тогда не выкинула но вот сейчас выкидываю дальше зеленка которая нам вряд ли когда-нибудь пригодится это я для съемок покупала на твц и еще разные средства которые либо закончились либо закончился срок годности очень плохо у нас вот таких штук очень много они вечно вот там стоят и у нас иллюзия что у нас есть лекарство потом когда это реально нужно выясняется что этого нет поэтому лучше сразу все выбросить чтобы иллюзия не создавалась и еще вот здесь вот лекарства у которых закончился срок годности почему вот эти таблетки у меня лежат без блистера кажется это называется у меня вот здесь вот в аптечке есть голубой ящичек я его так называю это для экстренной медицинской помощи мне лично у меня бывают острые головные боли но кстати вот с переездом в москву их почти уже нет и здесь же у меня здесь у меня короче анальгин цитрамон и нурофен женская история и голова да это на случай чтобы если мне очень плохо чтобы я сама могла быстро достать найти да не искать вот здесь вот таблетках и чтобы мой муж тоже когда мне очень больно я попрошу он мне сразу достает и дает так вот я нашла в вот этих блистерах по-моему называется опять же что-то у чего закончился срок годности а у меня как раз из этого набора где где то вот здесь лежали таблетки поэтому я их сразу все вытащила вот сюда ничего не стала сохранять лучше я туда положу новые и вообще я тут поняла что я неправильно отрезаю таблетки неправильно ими пользуюсь на каждом листере есть вот такая вот пометочка сверху до какого числа использовать и нужно не хаотично отрезать а с противоположного конца ну чтобы тебе всегда было видно до какого числа действуют таблетки их можно принимать вот я сегодня это поняла и отныне буду использовать только в правильном порядке потому что это очень очень удобно вот и еще отсюда же видимо из поездки я привезла нашла три таблеточки омега-3 сразу сюда выложила у меня здесь видите мой контейнер с витаминками и катюшки на витаминке сразу сюда выложила чтобы не забыть вот я округлила и в общем у меня здесь 15 вещей и пока мы с вами здесь я все-таки решила вот эти два красителя синий и фиолетовый выбросить во первых у них сроки годности подходят а во вторых вы знаете я просто ну тут осмысляла многое своей жизни и поняла что наверное я набаловалась с этим когда маленький ребенок хочется каких-то знаете развлечений что-то там придумываешь творчеством занимаешься но вот этот этап я наверное уже прошла поэтому выкидываю без и без сожаления все и вот такая вот у меня здесь красота вот эти штучки сахарная яб эта посыпка я не могу их выбросить потому что я по одной катюшке добавляю в кефир с корицей она это обожает почему-то вот именно одну сверху бросить и вот здесь еще новогодняя посыпка которую катюшка просила тоже не выбрасывать причем она говорит что твердое здесь все и шарики и елочки ноги просто нравится что такая она цветная и можно иногда добавлять куда-нибудь тоже в кефир вот вот этим пока оставляем а так вот хорошо много свободного места никак не могу отсюда уйти в общем решила на всякий случай у этих баночек тоже проверить срок годности потому что я знаете на самом деле я думала что здесь уже ну точно все в порядке не может быть чтобы здесь что-то просрочилась знаете жизнь так быстро проходит вот здесь вот срок 12 месяцев и знаете если бы не это расслабление я бы в общем какой простите я бы в общем так бы и пользовалась вообще даже не задумываясь потому что вроде как как бы все нормально но теперь каждый раз когда я буду видеть эту баночку я же буду знать что у нее истек срок годности примерно два года назад поэтому тоже придется выбросить и вот здесь у меня тоже срок годности заканчивается но эту баночку я хотя бы прилично так под использовала здесь видите 18 месяцев срок годности и до 22 а я ее пожалуй еще чуть-чуть подержу вот так что да такие вот пироги и здесь же не отходя от кассы я решила разобрать вот этот вот свой замечательный контейнер с приборами вот эти столовые приборы мы используем каждый день а здесь у меня как раз все то что используется не каждый день как вот это вот те вилочки элегант про которые я вам говорила это обычные вилки столовые вот из этой серии я хочу вилочки для торта и значит что мне здесь нужно сделать это естественно разумеется что вилочки все вот эти из этого набора остаются из этого же набора остаются все вот эти вот ложки столовые а убрать я хочу как раз вот а еще остаются вот эти вот палочки для суши единственное мне темина надо в порядок провести потому что тут краска слезает а убрать я хочу сейчас покажу вот убрать убирать буду вот эти вот вилки как раз для еды из азиатских наборов они мне честно говоря они такие вроде металлические но легенькие мы ими особо не пользуемся и здесь же есть вот такие вот ложки тоже розовая и черная тоже хочу убрать вообще хочу чтобы у меня здесь остались только вот эти вот вилочки из серии элегант вот эти черные предметы пока не решила они классные мне их тоже тема дарил но под другую нашу квартиру с синими стенами мы ими не пользуемся они очень тяжелые они не очень удобные они опять же моя проблема не не очень удачно штабилируется в посудомойке краска это не от них этот от палочек вот от этих вот вот поэтому я решила в этом контейнере оставить только элегант ну вот совсем другое дело у меня сейчас очень мало времени мы бежим гулять и это я все домой помою потом я кстати еще вот эти предметы хочу отреставрировать привести в порядок и вот это вот все соответственно добро пожаловать на авито обожаю когда все вот так вот собрано все именно так как я люблю красота вот эти ножи кстати здесь у меня приборы для салата не ну разумеется остается винтажный нож для масла остается и тоже для паштетов для масла таких у меня кстати 21 час в стирке для сливочного сыра это все разумеется остается потому что это используется на каждой дневной основе это катюшки на приборы тоже самое разное они тоже все остаются они все используются все с этим днем мы тоже закончили а вот здесь вот я хочу вам показать пример удачного нерасхламления этой досочки примерно три года это была моя большая хотелка она толстая 3 сантиметра высотой очень удобная знаете такая вещь которую в принципе можно даже никуда не убирать если она чистая то все с ней прекрасно и в общем спустя два года я как-то на эту доску поставила остывать горячейный пирог накрыла его значит полотенцем и все и ушла прихожу и смотрю что у меня доска вот здесь вот треснула вот клей разошелся видимо что-то там рассохлась и все и я так расстроилась думаю ну все придется менять доску а она стоит довольно приличных денег это не та покупка из серии что завтра там пошла в магазин новую купила все равно надо морально подготовиться я ее не стала выбрасывать думаю нет буду испорно грубо говоря там пока пока коплю на новую доску буду ее использовать и вот смотрите с тех пор как я как она у меня треснула прошел год и это щелочка она как бы обратно сошлась сохлась да условно говоря я думаю что доска набрала влагу а потом ее отдала я конечно тот еще физик но как бы другого объяснения у меня нет она снова выровнялась единственное единственное за ней нужно правильно ухаживать а как только помыл сразу вытирать насухо вот вот знаете как многие вот так вот ставят к стеночке деревянные доски ни в коем случае нельзя так ставить ну если вы конечно хотите их их сохранить вот такие качественные хорошие сразу чтобы они были сухие и на место и второй момент обязательно промасливать и кстати я знаю что некоторые боятся именно деревянных таких досок потому что они набирают в себя запахи да и потом как будто бы странно пахнут я раньше тоже этого очень боялась у меня тоже всегда были другие доски но если вы используете специальное масло для обработки дерева то никаких проблем у вас не будет никаких запахов не будет а будете вы получать только удовольствие я не знаю как работают дешевые доски но если купить вот такую качественную хорошую дорогую правильно за ней ухаживать она прослужит прослужит вам минимум три года вот подтверждаю причем я режу только на ней все и собственно прослужит вам три года вы будете получать удовольствие я очень рада что тогда нерв не выбросила ее у меня суббота выходной день тема уехал с катей на прогулку а я сегодня занимаюсь ее поделками у меня идет 26 и я хочу сюда же присоединить 27 день чем я занимаюсь я в течение года всегда собираю катюшкины все вот эти вот подделки в такую папку она очень удобная здесь такая с файликами и потом единоразово просто все это фотографирую и создаю альбомы с подделками на память я уже от фотографировала вот эти работы здесь 26 штук у меня получилось а и у меня остается вот это вот знаете особенно хорошо фотографировать вот подобные работы которые сами по себе объемные и даже если ты очень сильно хочешь ты их но все равно хранить не будешь да вот всякие штуки из пластилина особенно знаете я ценю подделки не из школы а вот то что она сама придумала и сделала например вот такую радугу из пластилина она просто сидела что-то сидела и сделала а еще она у меня ходит на бумажные истории и они вот там из бумаги мастерят вот такие классные штуки видите это континент африка у них два месяца были занятия путешествия они должны были собрать книгу вот девочка которая тут путешествует по миру в этом мир эта девочка катя у нее разные костюмы потому что на разных континентах разная погода вот мы тут не мы тут а она делала на уроках и это должно было превратиться в единую книгу но к сожалению мы тогда и и заболели и в отпуск ездили и поэтому она не собрала книгу но все равно эти штучки я отфотографирую а и таким образом у меня получается два дня двадцать шестой и двадцать седьмой мы с вами находимся у меня в ванной обычно когда у меня ребенок купается я здесь наложу порядок и сегодня в рамках расхламления решила заодно и все перебрать и получилось на самом деле довольно много а что у меня здесь во первых у меня здесь вот такой вот такая сумочка от дорожного набора она мне не нужна потому что я использую такую хорошую сумочку просто достала вам показать также из интересного у меня здесь вот есть банка из-под соли которую я хотела показать в прошлом видео или рассказать какая она хорошая как она мне помогла справиться с проблемами со сном но я про нее забыла я ее убрала вот туда в дальний шкаф и просто благополучно забыла про нее у меня здесь очень много как вы видите разных наборчиков из отелей а также здесь вот такие вот одноразовые мочалки шапочки для душа вот этим вещам мне кажется уже год или там два никто никогда ими не пользуются запроса на них нет я их просто выброшу даже вот думать не хочу а также у меня вот здесь вот баночки из разных отелей катюшкин шампунь из отеля закончился выбрасываем крем для тем быть и для тела точно использовать не будем даже не сомневаюсь вот у этих либо плохое качество либо неприятный запах прям вот ну ним не мой аромат не нравится мне не буду использовать также сюда на выброс пензочка которую мне положили в каком-то наборе мне она не нужна моя бритвочка я уже купила новый набор вот такой использую кстати покупала в улыбке радуги очень хорошенькие они чистые линии пенка для волос которая мне не подошла ничего на с моими волосами не делают репейное масло для роста волос которые я не использую и у этого средства вышел срок годности еще здесь старые щетки для уборки естественно все зубные щетки для уборки нужно оставлять вы же понимаете то есть это на выброс еще у меня здесь контейнер для линз и одноразовые шапочки для души никогда в жизни не пользовалась зачем я их забрала из отеля я не знаю и еще зубные пасты думала тоже может быть буду использовать их когда там свои закончится но я уже давно поняла что я не могу пользоваться никакими пастами кроме своих собственных вот так что такое есть что удачное расслабление получилось да я считала здесь каждую вещичку да но это ванна а в ванной каждый сантиметр на вес золота так ну что у меня остались последние заключительные дни этого марафона всего собственно 29 30 день честно говорю я возвращаюсь к марафону спустя небольшой перерывчик потому что в какой-то момент я поняла что все я больше уже что-то не могу я так устала от всех этих вещей авито доставок в решений выбрасывать оставлять и так далее вот и думала закончить на двадцать восьмом дне потому что это ровно четыре недели такое красивое ровное число 4 недели расслабления но потом я отдохнула и поняла что нет все таки я хочу дойти до конца у меня появилось вдохновение появились силы и главное появилась вот знаете какая-то такая фантазия из серии где что еще можно посмотреть появилась смелость вообще хочу сказать что к концу марафона вот все-таки иногда говорят про этот марафон что его лучше начинать как бы от обратного до сначала 30 вещей потом 29 потом 28 мне кажется это в этом небольшая все-таки неправильная история есть то есть лучше все-таки от меньшего к большего потому что вы тогда как бы расширяете свои возможности делаете широкие возможности еще шире не 30 вещей а 31 допустим да мне так далее ну то есть как бы вы уже себя не останавливаете а когда вы проходите марафон наоборот от 30 к одному то вместо того чтобы расширяться вы себя сужаете я считаю это не очень правильный подход в общем я к тому что сейчас еще будет вторая часть видео она будет достаточно объемный потому что мне есть что вам показать и хочу я начать одного такого капитального глобального решения я достала с верхней полки нашего шкафа огромное шерстяное одеяло которое принадлежит этой квартире и к нам вот в начале мая заходили наши арендодатели и собственно я им торжественно вручила это одеяло в одном из пакетов которые вот недавно тоже расхламляла в двух зайцев сразу убила вот потому что я не вообще в принципе я не люблю текстиль хранить долго тем более винтажный текстиль и когда он еще не твой то это вообще какое-то такое двойное неудовольствие плюс у меня столько места на полке освободилось что я безумно безумно рада и главное что это произошло единомоментно вот так вот достала и сразу отдала фу вот и потом вдохновленная я пошла в общем по квартире еще нем кое-что пособирать и мне удалось разобрать темины шкафчики там он не разрешил кое-что выбросить в частности вот у меня тут ушло два его свитерка которые ему уже честно говоря и маловаты и в принципе они такие мне кажется морально устаревшие мне не нравится как они на нем сидят и он мне разрешил от них избавиться также я хочу убрать вот такой вот кардиганчик я покупала его в uniqlo он вообще изначально темин но теме он не понравился поэтому он его не носил носила я дома но носила с переменным успехом и я вот думала почему я его не ношу проблема в том что если дома жарко это я ношу футболки если дома холодно то я вот предпочитаю какие-то вот такие кофты с длинным рукавом и с горлом соответственно а вот это получается не то не все потому что он как бы такой видите полу открытый я решила его в общем тоже убирает потому что насколько можно уже все 10 хлам хранить вот видите дальше нам с катюшкой довольно частенько дарят всякие деревянные приблуды вот такие вот такого типа расчески я не считаю такие поле такие по расчески полезными для волос поэтому я их никогда не использую ни для себя ни для нее вот поэтому это тоже нам не понадобится дальше все-таки решила избавиться вот от этого крема карри какой-то корейский крем для рук с какой-то улиткой или чем-то подобным в общем он такой знаете сомнительный у меня вот рука к нему вообще не тянется такой ощущение что он просто ну у него приятный аромат но он не увлажняет скажем так так как мне надо он как будто бы я даже не могу объяснить он как будто бы не впитывается знать как глицерин такой пленочкой остается но в общем не знаю не хочется совсем его использовать плюс он очень 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 жидкий и я решила что вместо того чтобы растягивать вот это бесконечное неприятное удовольствие надо не все не все неприятные крема выбросить и купить себе то что мне подходит а я уже точно знаю что я хочу прикупить поэтому осталось только прикупить дальше возможно сейчас многие из вас узнают я насмотревшись одного блогера которую я очень очень люблю прямо уважаю и слежу за ней с большим интересом в общем под ее влиянием я купила эко шугаринг у меня почему-то был набор для бикини мне кажется я хотела бы набор для рук или ну короче что такое попроще у меня прям для бики для бикини почему для бикини либо мне прислали не то что нужно либо я сама заказала не то что нужно в общем у него срок годности кончился в этом ноябре полгода назад получается да пролежал два года вот в ноябре срок кончился и я не буду его использовать совершенно точно это не моя история даже пока еще не решила куда его взевать он у меня полностью запакован но выставлено на авито вдруг кто-то для чего-то купит вот дальше у меня есть коробочка такая крупненькая с обувью вообще не очень люблю обувь расслаблять но тут вот от этих классных блосоножек хочу все-таки наверное избавиться почему они абсолютно новые я их надела всего один раз на классную вечеринку тематическую день рождения был вот и проблема в том что ну во-первых они очень быстро сейчас я думаю выйдут из моды а во-вторых пока не новые ну то есть я их одену максимум еще там раз это непонятно куда непонятно когда то есть это обувь очень сильно специфическая хранить ее для коллекции нет я таким не занимаюсь вот а покупала их я в этом в рандеву по моему покупала ну в общем они хорошие новые просто их нужно продать также что еще у меня для вас за эти последние дни мы с катюшкой разобрали детские резиночки заколочки заколочки которые ей не нравятся которые волосы знаете так поддирают я продам а уже вышедшие из строя резинки я выкину также я пошерстила по своей морозилке тоже собрала вот такой огромный пакет хлама всякого которые мы уже точно есть не будем там уже сомнительные сроки годности какой-то мусор какие-то контейнеры ну знаете в общем все тоже можно на выброс потому что сейчас все таки будет новый урожай я буду замораживать всякие новые ягодки вот и еще у меня будет для вас два сюжета один про мои украшения я все-таки решила разобрать бижутерию не бижутерию а именно украшения хотя не думала что там может быть что-то лишнее и второй сюжет у меня будет про памятные вещи так что приятного просмотра разбираю сегодня еще один ящик из нашего шкафа в коридоре вот этот вот вообще изначально у меня это как бы ящик с катюшкиными вещичками которые я там плюс-минус хотела оставить но вот вы знаете чем хорошо расхламление ты начинаешь перебирать каждый ящичек и выясняется что блин надо бы сделать организацию хранения и вот что у меня здесь получилось даже отсюда мне удалось что-то вытащить я отсюда убираю вот эти вот мухоморы это вообще мы в прошлом или позапрошлом году покупали фикс прайсе их надо кому-нибудь отдать вот жёлуди тоже нужно для декора кому-нибудь отдать вот ну как бы жёлуди в детском и детских вещах флажки которые мы с катюшкой тоже делали ну во большей части конечно никакая не катюшка а я вот это вот вообще не декор на самом-то деле а это шкатулка мамы мамо моей мамы она мне дорога потому что я ее помню из детства я в детстве и и заводила и так далее и тому подобное вот это именно это такое детское воспоминание поэтому эту шкатулку я храню и она никуда не уйдет и и просто нужно приложить другое место лишние гирлянды которых тоже нужно убрать и вот собственно основная эта мысль была какая еще раз просмотреть прорядить катюшкины вещи детские это не все сразу скажу у меня там других коробочках есть еще вещи но те вещи даже обсуждать не смогу нет смысла они точно остаются вот а вот тут вот у меня были вопросы что точно остается это вот это вот прекрасная такая тряпочка как это называется пледик такой одеялко он с одной стороны короче он очень приятный был когда был новый в этом пледике катюшку мы выписывали забирали из больницы и потом долго она еще в нем жила поэтому вот он я у я я сама с ним уже сроднилась это уже память не столько о кате сколько обо мне в общем эта вещь остается совершенно точно обратно уйдет в коробочку я кстати хочу потом какую-нибудь более красивую более удачную коробочку организовать и вот по вещам дальше у меня здесь было несколько платьев вот изначально у меня было три таких платьишка на годик это бабушка покупала кати в чем проблема с этими платьями ну в общем мамы меня поймут это не носи бельно это вообще в обычной жизни никак не применить да а место оно занимает это любая мама понимает но у любой бабушки свое к этому отношение ну бабушки ну в этом предполагают детей там фотографировать и так далее но мы-то мамы знаем что это нацепить на детей еще надо попробовать короче я к чему долгий рассказ этот веду к тому что вот эти платья нам не зашли одно платье я сразу даже не помню куда я его отдала кому-то отдала по моему не помню вот эти два оставила потому что еще сомневалась как бы оставлять или нет сейчас я понимаю что вот это платье точно я убираю потому что у нас мы его по моему ни разу так и не надели кати не кати не пролезла горло пою голова не пролезла и ну все как бы это а а бабушки у нас это и другие надеюсь останутся воспоминания платье нам для этого не нужно потом вот такое же вязаная вот это платье тоже думала его буду убирать а потом знаете что-то у меня в глубине души ёкнула я его вот развернула в руках подержала думаю я не могу его отдать но я не могу от него избавиться почему стала думать думать и вспомнила что у нас есть замечательные фотографии где катюшки исполнился годик она как раз в этом платье это ее любимый цвет был в те времена синий голубой вот и я ну я не могу я хочу чтобы вот как бы такая память осталась до что вот эти фотографии и вот катюшка твое платьишко вот она пусть она лежит вот она вырастет она сама решит как есть ним поступить я хочу его оставить ну во первых да опять же бабушка купила во вторых день рождения в нем отмечали фотографии в нем и сама она по себе очень хорошенькая но с нами точно точно остается прям хорошая вещь вот и вот такой вот бодик тоже на него посмотрела думаю страшненький какой-то какой-то серенький какой-то весь в пятнах думаю странно почему вообще я его оставила что это такое здесь тоже не все так просто дело в том что этот бодик скорее всего я подозреваю покупала лично я вообще у нас катюшку одевает бабушка то есть практически всю одежду бабушка покупает катя сама ну обычно там с моего одобрения или нет но видимо вот это то что купила лично я сама и поэтому она как-то вот у меня тоже отложилась и скорее всего вот эти вещицы ну судя по тому что я вот могу помнить уже до спустя спустя четыре года судя по всему они были очень удобны и мы их как бы затаскивали и у меня с ними тоже тоже есть фотографии должны быть где-то ну в общем вот вот они эти бодики их видимо было несколько разных это же тот же эффект вот ты вот твой бодик вот ты вот твой бодик так что вот остаются вот этот бодик остается еще у меня есть такое платьишко в этом платьишке у нас есть классные новогодние фотографии в полгода по-моему где-то катюшка в них фотографировал в этом платье фотографировалась мы как раз в северодвинск ездили но я не хочу его оставлять оно в принципе как бы прикольное но мне кажется размножать платье которое уже никто никуда не наденет вот они эти фотографии это платье отлично на фотографиях засветилось думаю думаю и честно говоря и достаточно все таки мне кажется нужно как-то выборочно все такие вещи сохранять вот к нему я в целом равнодушна а вот это почему-то вот я не знаю просто как раз тогда катюшка уже встала пошла годик исполнился очень много всяких чувств и эмоций лично я помню а это платье ну просто красивое вот так что вот такая кучка на расхламление у меня здесь получилась ну вот красота я все помыла протерла все сложила гораздо лучше стало и вообще знаете что поняла что я хочу завести три коробки одну вот собственно катюшкину вторую мою и третью тёмину на всех членов семьи вот как у меня сделано со стаканчиками для зубных щеток знаете чтобы не делить один контейнер на всех да уже вот когда достаточно расхламился очень хочется уже заняться организации но и рано я пока на это стараюсь не тратить силы также я добралась до своей шкатулки с украшениями на самом деле я ее совсем недавно мне кажется года полтора назад прорядила и с тех пор не особо что здесь как бы появилось нового а тут думаю дай-ка я заклину и в общем действительно кое-что я хочу отсюда убрать сейчас я вам покажу собственно что убираю все я закончила прорядила свою коробочку и собственно вот что у меня получилось вот эти две брошки я давно на них посматривала я вообще люблю брошки я их собираю хорошие коллекционирую вот эти вот они пластиковые на самом деле по моему но или деревянные покрытые лаком но в общем в чем их проблемой они стали желтеть эти цветы они как будто бы немножко отдают в такое молоко раньше они были именно белые а сейчас желтят и все я уже как бы понимаю что вещь старая не могу ее носить поэтому вот эти две брошки наверное буду продавать я уверена что кто-нибудь тоже купит два браслета вы не поверите с бали у меня вообще я вот опять же разбирая свои вещи обнаружила что с бали какие-то у меня особые отношения то есть почему-то вещи оттуда я храню то есть я зачем-то купила я их храню но не ношу как будто бы знаете ну это при том что это не совершенно не единственное наше стема с темой путешествие в дальнюю страну и не знаю почему и в общем короче вот эти вот браслетики я решила продать мне кажется что это уже откуда-то просто на самом деле из прошлой жизни не знаю что касается декрета возможно я просто очень с таким трудом отпускаю свою жизнь до рождения дочери и трудом принимаю свою новую жизнь но эта тема для отдельной проработки сейчас не об этом но просто я к тому что вот когда ты действительно пристально изучаешь вещи то немножечко что-то и в голове проясняется скажем так про это сказала есть у меня вот такой вот браслетик он мне не по размеру вообще я очень люблю всякие такие жемчужные штучки у меня есть очень красивое ожерелье вот такое вот к нему браслет длинные длинные бусы обязательно я считаю каждой женщины в гардеробе должны быть ну потому что они это классика есть вот такие вот жемчужные тоже очень красивая цепочка это кстати серебро и речной жемчуг это как раз вот от мамочки мне осталось эти бусы останутся у меня навсегда я их помимо того что они сами по себе для меня они сами по себе цены цены как память о маме я их еще и ношу в этом плане знаете ювелирные украшения для меня самый идеальный вариант сохранения памяти например вот у меня есть вот кстати это то кольцо которое мне мама подарила я вам рассказывала кто услышал меня вот это колечко потому кстати называется поцелуйчики и оно еще ценно тем что оно редкое обычно вот эти вот поцелуйчики делают без лепестков видите только два шарика а у мамы у нее именно два с лепестками дальше вот это вот кольцо это кольцо моей бабушки и она я его очень люблю она мне нравится тоже в таком ну она винтажная сама по себе и она мне по размеру я ношу кольца только одно всегда и только вот на этом вот пальце где где носит обручальное у нас темы нет обручальных колец поэтому я могу позволить себе носить на все свои кольца которые люблю у меня самое дорогое наверное кальт именно из колец вещь это вот это вот это вот это белое золото и синий камушек не помню как называется вот его я очень люблю и мои любимые сережки вот эти вот это мне по моему теме на роде темин папа дарил на новый год и на день рождения мне там близко эти праздники довольно давно еще до рождения катюшки я эти сережки обожаю я могу в них они мне не надоедают я могу в них ходить прямо все время просто сейчас не ношу у меня видите замочек слетел и слетел прямо в ванной туда в канализацию мы с тем его доставали доставали и не смогли и мне просто нужно дойти и заказать второй замок вот это мои любимые вот это вот сережка ну ладно раз уж мы пошли по обзору моих украшений вот это вот сережка это моя самая первая гигиеническая сережка она тоже не очень обычная она гвоздик ой господи звездочка не кругляшок а звездочка и у меня в левом ухе есть вторая дырочка чтобы носить вот его но к сожалению я не могу носить ничего кроме золото белого или желтого или розового в общем бижутерию вы видите да что у меня нет практически бижутерии это потому что я не могу ее носить у меня сильнейшее раздражение если я надеваю обычную бижутерию у меня сразу простите за интимные подробности начинают гноиться уши а если я ношу серебро то просто краснеют и пухают и в итоге тоже начинают гноиться и вот собственно вот эти вот сережки это тоже белое золото мои эти сережки белое золото катюшкины но мы их купили ей когда у нее ушки заросли уже все хорошо и я то я очень хотел чтобы у нас с не были одинаковые сережки у нее синенькие такие и у меня синенькие но вот этот вот наконечник он настолько мал что он просто впивается ей глубоко в дырочку понимаете то есть такое ощущение что прям насквозь может пройти еще одна моя неудачная покупка это я настояла на покупке этих сережек они удобные все хорошо они не мешают там спать или еще что-то но вот именно то что вот этот наконечник очень маленький а до катюшкины гигиенические первые сережки оставлю на память вот тут у меня это сережечки мне тёмушка предпривозил с красноярска по моему что-то такое бабушкина винтажное кольцо вот кстати по поводу этого кольца еще буду думать ой потому что а я не могу его носить и она мне в принципе не очень нравится и не очень люблю сейчас желтое золото надо с бабушкой поговорить автор с сестрой вот так но пока у меня хранится все такое у меня хранится вот это кстати мое кольцо от тиффани оно у меня как бы помолву волочное кольцо и оно у меня сломалось его надо починить оно кстати серебряное я его тоже очень любила очень носила пока не сломала и еще у меня от тиффани вот тоже подвеска куплены в нью-йорке в центральном магазине тёмушка моим когда он там работал так это кстати браслет по моему тоже белое золото это мне тема на новый год дарил несколько лет назад по моему тут бриллиантики но такая скажем дорогая вещь и я его и люблю и ношу и сам по себе он тоже короче я не я вот люблю такие вещи которые да и по деньгам и по памяти и по стилю мне подходит так что еще а кстати вот здесь я хотел цепочки разобрать наверное вот вот эти вот подвески мне не очень нужны я их уберу отсюда вот здесь у меня серебряный браслет это мне теме на родители дарили его тоже очень люблю просто его нужно почистить он прям таким знаете вот такое же блестящее может быть если его почистить а вот это вот цветочка как называется там часы крабик это другой моей бабушки но они к сожалению не работают тема мне все обещал их починить но вот пока руки не дошли вот и вот здесь у меня остались разные вещи они имеют такую знаете скромную ювелирную ценность я сейчас вот про это все здесь что-то типа серебро какое-то такое я хочу попробовать сдать его на переработку я сейчас посмотрела какой какой сайт если у меня получится я вам обязательно расскажу что из этого вышло то есть продавать это уже как бы мне кажется особо не продаж а так просто сдам просто просто сдам такой специализированный современный адекватный ломбард вот и вот здесь у меня две вещи это винтажные серьги я их и попробую продать мне не хочется я не могу сама их носить но и как бы перерабатывать я не хочу чтобы их перерабатывали они очень красивые может быть кто-то на авито купит я их я сначала выставлю и вот это вот кольцо она по-моему бабушкина и я не понимаю но вроде как бы вроде серебряная вроде и нет плюс тут камушек поцарапался буду в общем тоже обсуждать думать вот по поводу этого кольца да и я сейчас поняла что да очередную вот почему мы опять же расслабление это хорошо ну что понимаешь какой объем работ предстоит во первых нужно починить вот эту серьгу сережечку докупить наконечник во вторых надо катюшки сережки купить и поговорить с родственниками на тему лишних колец ну вот таким было это расхламление я очень рада что дошла до самого конца и что по пути уже многое продала а не просто выкинула заработала кое-какую денежку всю статистику по вещам которую я обещала в прошлом ролике я сделаю у себя в телеграм-канале там будут сухие цифры но скорее всего следующее видео или там допустим через одно на моем канале будет про те вещи которые я продала на авито и я на авито к тому моменту собственно когда я буду монтировать это снимать это видео покажу собственно что продавал и за сколько и сколько денег я всего смогла из этого всего выручить и куда я их собираюсь потратить спасибо что были эти три сумасшедших влога со мной удачи вам в вашем расхламлении обязательно доходите до конца но того стоит и мы с вами молодцы пока пока